Девушки отдыхают Пока не приперло его покурить Дайте, говорит, пыхнуть, я вам все выложу Ну, долговцы вернули ему запас Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует Ну, спрашивают, где? А он о непонятках Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах Офигеть! А поновее ничего нету? Так, рукой махну, все смеются, ясно? Свалился как-то на баре кирпич с трубы Ну и кого-то зашиб Народ переживает, сочувствует Надо же, как не повезло мужику Кирпичом по голове А потом присмотрелись Ёханы бабай, это ж зомби Как от шока отошли, еще больше переживать начали О, это ж надо же Зомби развелось Уже и на баре кирпичу упасть негде Ха-ха-ха! Шкате, Боже, гони сюда. А то взять и послать, чтобы там не топать. Загнешься тут, не за комарью мечи, и слова доброго никто не скажет. Внимание, выдаю шутку юмора Привезли как-то одного из чинов в зону Показать что-то, как Некоторые вещи его удивили Некоторые возмутили А некоторые вещи у него украли А посмешнее, ничем запасить Ах, вот если всегда такая пробка была Если прикинуть Три-четыре таких погода получил Если без щек, то пару Все Допашивает как-то Погонник матерого столки Рюгу Значит вы признаете, что в нетрезвом виде Пытались покинуть территорию зоны В районе 12-го блокпоста И имели при себе запрещенные К выносу за ее пределы предметы Того запарила, третий час под конвоем сидеть Он ему и говорит Так я признаю, командир Все признаю, вот тебе крест Был бы трезвый, я бы в жизни Мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся Фуфло Мимо вас, уродов, с хабаром бы не поперся Ах, уродов, с хабаром бы не поперся Ах, я ху-то мне за хабаром А вот такое вам как Сейчас бы дома оказаться В полочке До скринишки толкового Музыкант из тебя Еще тот Здорово О, дерьмо-то Денька тут под хвост катится Ни хабара, никакого приварка Эх, не тот уже хабар Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Неужто завязывает бар? Висит на стене бара объюль По поводу празднования Дня Сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров И поиска артефактов Сбор всех сталкеров, любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой по 2 литра Ну, только поновее ничего нет Эх, вот всегда бы такая труда Это если прикинуть Три-четыре таких погода, как вчера При слегущих хабарах А вот чего я однажды слышал Свалился как-то на баре Кирпич с другой Народ переживает, сочувствует Надо же, как не повезло мужику Кирпичом по голове А потом присмотрелись Ёханы бабай, это ж зомби Как от шока отошли Ещё больше переживать начали О, это ж надо же Зомби развелось Уже и на баре кирпичу упасть негде Ха-ха-ха, класс Блин, так не смешно же Пить как охота Эх, квасу б сейчас холодного Да чтоб вон нос сшибал Пожрать бы чего хорошего Так ведь нету А вот анекдот Сидят два сталкера в баре Выпили уже хорошенько И обсуждают всех вокруг Самые ленивые Это военные Сталкеров на самом кордоне грабят Отобрал хабар И тут же через сто метров Продал Сидоровичу Нет, ты не прав Самые ленивые Это торговцы Я вот знаю одного Так он специально пораньше встаёт Чтобы подольше ни хрена не делать Блин, да не смешно же Блин, да не смешно же Ну, немного не в тему Но вспомнил вот Свалился как-то на баре Кирпич с трубы Ну и кого-то зашиб Народ переживает Сочувствует Надо же, как не повезло мужику Кирпичом по голове А потом присмотрелись Ёханы бабай Это ж зомби Как от шока отошли Ещё больше переживать начали О, это ж надо же Зомби развелось Уже и на баре Кирпичу упасть негде Блин Так не смешно же Ахахахахая Так, рукой махну, все смеются, ясно? Учит, значит, контролер слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить, мертвым притворяться. Дело туговато идет, а рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. А поновее ничего нету? Да, вот ведь как грустно все выходит. Ну, надо же было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разбалится. Вспомнил вот. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет пять шарюсь безвылазно, изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуята в последнее время чешутся все чаще. Блин. Так не смешно же! Ничего, ничего. Нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Прорвемся. Я тут вспомнил вот. Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить. Как там что? Все ли в целости? Ну и надо же! Сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так колись, падла, кто такой, из какой группировки. В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. А тут опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, чтоб прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я же не мой. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, так не смешно же. Ну, надо же было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. А колбасу и батон на нынче хреновое стали делать. Все, музыкальная пауза. Играет музыка. 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 Класс! Душевно. Музыкант из тебя еще тот. Музыкант из тебя. 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 Вот такое, знает кто? Один сталкер у другого спрашивает А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец? Почему? Ну все просто Надежная как там И багажник спереди За хабаром удобно присматривать Блин, так не смешно же Опять сапожище хреновое подсунули Что у них совсем совести нету у этих За неделю подошвик оплык Короче, анекдот Поймали как-то долговцы Свободовца Растамана Решили, что надо его потрясти Где чего у свободы спрятано А он, значит, ни в какую не колется Пока не приперло его покурить Дайте, говорит, пыхнуть Я вам все выложу Ну, долговцы вернули ему запас Он косяк забил Раскурил Сидит, кайфует Ну, спрашивают, где? А он и непонятка Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах Офигеть А, блин, так не смешно же И чем это я думал, что фотоаппарат не взял Хоть бы мыльницу какую Вспомнил вот Допрашивает как-то погонник матерого столки Рюгу Значит, вы признаете Что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны В районе 12-го блокпоста И имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы Ну, того запарила, третий час под конвоем сидеть Ой, мой, говорит Так я признаю, командир Все признаю Вот тебе крест Был бы трезвый Я бы в жизни мимо вас, уродов С хабаром бы не поперся Ой, оба смешные Ничего в запасе нет Здоровый Чтоб прям свертела Скворчащий Сочный Чего заскучали, мужики? Класс! Завязывай, ладно? Надоело Надоело Мастер! 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 Классно, правда? Мастер! 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 Классно играешь. Вот это как медом помазал. Пить как охота. Кваса б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. И потянуло же меня сюда. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. И потянуло же меня сюда. А чего я как-то слышал? Класс! Фу-флоу! Фу-флоу! Что у них совсем совести нет у этих... За неделю подошвы гоплык. А вообще-то тут интересно. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну так это... Времени побольше надо. Времени. Сноровки опять же. Вот наберусь опыта. Будут и башли, как у людей. Сто пуду. Судьба... Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной жратвы. Вот это грустно. А колбасу и батон на нынче хренового и старо делать. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибуток за месяц отобрали. Скоты. А что вы вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. Внимание! Выдаю шутку юмора. Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер солдату. Куда чешешь? Ты чё, мужик, охренел? Это ж военная тайна. Эй, не гречись, ну не знал. А что несёшь-то такое тяжёлое, весь запрел? Да блин, запреешь тут. Патроны эти бронебойные на склад переть. Ой, а посмешнее. Ничего в запасе нет. Ну, ты выдал. Сальца бы хорошего сейчас. А чего я как-то слышал? Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, всё ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит. Ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина. Ну, сталкер ещё сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас тебе вообще оторву всё. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос. Контролёр я. А какого молчал, сволочь? Так я же не мой. Фуфло. Ну, точно, звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлёт, ну что высморкаться. О, да. О, да. И потянуло же меня сюда. Внимание! Выдаю шутку юмора. Один сталкер другому говорит. На днях вот к долгу заходил, на огонёк. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят, мужик свободен. А поновее ничего нету? Внимание! Так, рукой махну, все смеются, ясно? Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегает. Ну, остальные к нему. Чё случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит, решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил два десятка кровососов, пяток бюреров, три стаи слепых псов извёл под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. А хорошо. Так не смешно же. Да. Вот ведь как грустно всё выходит. Эх, вот всегда бы такая пруха. Короче, анекдот. Это если прикинуть. Поймали как-то долговцы, свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не припёрло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам всё выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где я? А он в непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин. А теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть. А поновее ничего нет? Палки, палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придётся. Патроны, еда. Да, весит всё это дело дофига. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь мы... Класс. Блин, так не смешно же. Ах, не охота. Короче, анекдот. Оставил бывалый сталкер свою машину в кустах. Только уходить. Видит, рядышком с ней уже кровосос ошивается. Ну, сталкер ему и говорит, валил бы ты отсюда, пока цел. А тот обиделся сто лет, мол, мне твоя машина не нужна. А сталкер ему отвечает, машина может и не нужна, блин. А вот похабщину нацарапать на ней, это вы мастера. А поновее ничего нет? В голове не укладывается. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не приперло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам все выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он в непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть! Офигеть! Ну, надо ж было так ладонь рассадить. А завтра на веруках развалится. Заблудился как-то долговец. Идет и кричит. Люди, отзовитесь! Кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет, и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит, чего орешь, а? Да, у долговца уже полный штаны ежиков, но он все-таки отвечает. Я того заплутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал, помолчал и говорит ему. Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Хорош уже, комик. Кричу, комик. Внимание, анекдот. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит. Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а у вас, кроме водки, ничего нет? Блин, так не смешно уже. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад. Пить как охота. А вот чего я однажды слышал. Да чтобы он нос сшибал. Встречаются два сталкера. Помнишь Васю, ну того, который еще хотел летчиком стать? Ну и чё? Да он вчера в трамплин попал. Ну попал, и чё? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Блин, так не смешно же. Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной жиротвы. Вот это грустно. Так, рукой махнул, все смеются, ясно? Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Ниваке. Ну крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну он ему значит и говорит, мужик, ты чё уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает, да я вот тоже не закрывал. Так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. Ну ты ушел. А поновее ничего нет? В голове не укладываются. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. И почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить. Амазонки. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Свалился как-то на баре кирпич с трубы, ну и кого-то зашиб. Народ переживает, сочувствует, надо же, как не повезло мужику. Кирпичом по голове. А потом присмотрелись. Ёханы бабай, это ж зомби. Как от шока отошли, еще больше переживать начали. О, это ж надо же, зомби развелось. Уже и на баре кирпичу упасть негде. Класс. Блин, так не смешно же. Кхе-кхе. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Висит на стене бара объявление. По поводу празднования Дня Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6.30. Этого дела брать с собой по два литра. А поновее ничего нету? Почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить. А масонки. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабара. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речь... Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. И не радиация тебе. Встречаются как-то два сталкера. Ну, один другу мой говорит. На днях к долгу заходил на огонек. Ну и? И остался должен. А потом зашел к свободе. И что? И стал свободен. Свободен. Блин, так не смешно же. Саруша бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим. С чесночком. Пить как охота. Эх, квасу б сейчас холодного. Да чтоб он нос сшибал. Короче, анекдот. Заблудился солдат в зоне ночью. Идет и кричит. Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь. Тут, глядь, огоньки в кустах горят. Вроде как глаза. Ну, он, короче, заткнулся сразу. А из кустов голос нечеловеческий. Зачем среди ночи шумишь? Солдат с перепугу штаны напустил, но отвечает. Извините, я тут это... Заблудился как бы. Вот кричу. Думаю, может, товарищи услышат. А тот в кустах тащится. Нет, товарищи не услышат. А вот я услышал. Только тебе от этого какая польза. Ужин ты мой. А поновее ничего нет? Моги-моги. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда. Да, да, весит все это дело дофига. Чего заскучали, мужики? Музыка. 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 Завязывай, ладно? Надоело. Кончай уже, Рихтер. Музыка. 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 Классно играет. Музыка. Музыкант из тебя еще тот. Вот. Новичков нынче как собак нереданных. Вспомнил вот. И все они лучше стариков знают. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит. Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас уважаемый контролер предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему поставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Класс! Ой, опасишься мне, ничего не опасен. Не учатся ничему некоторые. А вот чего я однажды слышал. Кина американского насмотрели... Перехватили, значит, военные углы поста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбала и говорит им. Пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за пять километров вас, уроды, обошел. А хорошо. Так не смешно же. Люди стреляют в людей. Тут и так выжить трудно. А они еще без конца собачатся. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так, рукой махну, все смеются, ясно? Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера, и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, Имея при себе незарегистрированное охотничье ружьё и патроны к нему А он, значит, похмельный, голова как бочка, всё задолбала и говорит им Пьяный, конечно, пьяный Да если бы я трезвый был, я бы за пять километров вас, уроды, обошёл Блин, так не смешно же Но почему тут люди стреляют в людей? Тут и так выжить трудно, а они ещё без конца собачатся Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Висит на стене бара объявление По поводу празднования Дня Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6.30 Этого дела брать с собой по два литра А поновее ничего нету? Новичков нынче как собак нарезанных И всё они лучше стариков знают Чего заскучали, мужики? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот чего я однажды слышал, Поймали как-то долговцы свободовца Раставана Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано А он, значит, ни в какую не колется, пока не приперло его покурить Дайте, говорит, пыхнуть, я вам всё выложу Ну, долговцы вернули ему запасы Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует Ну, спрашивают, где я А он в непонятках Так это, ребята, вы чего, сами не видите У вас артефакты прямо под ногами валяются О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах Офигеть! Блин, так не смешно же Субтитры сделал DimaTorzok Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Подъезжают как-то к бару два сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном таком Ниваке Ну, крутой выходит из тачки и видит Тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку паще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки заблевали А поновее ничего нету? Не так много времени прошло А выложился уже Как-то все приедет А вот такое вам как? Субтитры сделал DimaTorzok Да, это в точку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Забыл, что? Зеркало ухода. Ну, в общем, обделаться я со страху. Блин, так не смешно же! Блин, так не смешно же! Забыл, что уточен на 6-30. Этого дело брать с собой по 2 литра. Да, поновее, ничего нет? Ну почему тут некоторые галатки дешевые не быстрые? От клиента отбоя бы не было. Опять сопожища хреновые, пацаны. За неделю подошли гоплыка. Опять эта сволочь меня с патронами кинула Вот как А вот чего я однажды слышал Как-то пропал один долговец Должен был прийти с утра, а нету Ждут его товарищи, беспокоятся В конце концов прибегают Ну, остальные к нему Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит Решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить Как обычно, перемочил два десятка кровососов Питок бюреров, три стаи слепых псов И звел под корень А зомби так и вообще не считал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что зеркало у входа Ну, в общем, обделался я со страху Блин, так не смешно же На завтра наверняка разболится Короче, анекдот Заблудился солдат в зоне ночью Не услышат А тот в кустах тащится Нет, товарищи не услышат А вот я услышал Только тебе от этого какая польза Пушин ты мой А поновее ничего нету? Да Вот ведь как грустно все уходит Что-то устал я Не так много времени прошло А выложился уже Как-то все приятно Ну, теперь я расскажу Сидят на берегу озера два сталки Первый говорит Брешут все по поводу радиации Я тут уже фиг знает сколько сижу И хоть бы хны А второй ему Точно-точно врут собаки Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала Врачу что ли показаться? Блин, так не смешно же Да Кишки скоро в узел Завяжутся от местной животы Вот послушайте, мужики Вот это грустно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Душевно! 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 Аarity! Я люблю надеять Душевно! И в этойblicеле Так, рукой махну, все смеются, ясно? Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не приперло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам все выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он в непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Ах, офигеть! А поновее ничего нету? Ах, офигеть! Я тут вспомнил вот Пришел, значит, сталкер к доктору Доктор осмотрел его и говорит Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии Спасибо, доктор, спасибо А у вас, кроме водки, ничего нет? Фуфло! Ну, надо же было так ладонь рассадить На завтра наверняка разболится Так, рукой махнул, все смеются, ясно? Студент на экзамене Профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится Будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки А профессор ему, значит, и говорит Окончив институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры А там и до кошмара ваших недалеко Но у меня есть верное средство Переэкзаменовку по математике вы так и не сдали А следовательно, будете отчислены и пойдете служить И никаких монстров! Ну, кроме разве что дедов А поновее ничего нет? Как бы я солдат этих конченых... Ну, теперь я расскажу Сидят на берегу озера два сталкера Первый говорит, брешут все по поводу радиации Я тут уже фиг знает, сколько сижу и хоть бы хны А второй ему, точно-точно врут собаки Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала Врачу, что ли, показаться? Блин, так не смешно же А тут народ звереет с дикой скоростью Нет, встречаются, конечно, и не психи Но как посмотришь на кое-кого, мороз по коже Я тут вспомнил, вот Один сталкер у другого спрашивает А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец Почему? Да все просто Надежная, как танк И багажник спереди За хабаром удобно присматривать Хорош уже, комик Да Вот ведь как грустно все выходит Внимание, анекдот Заныкал сталкер на дереве хабар Ну и как-то вечером решил проверить Как там что, все ли в целости И надо же Сидит кто-то там Шуршит Ноги босые свисают И цап того, что на дереве сидит Крепко между ног И строго так Колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина Ну, сталкер еще сильнее нажал Кто такой, спрашиваю А тот опять молчит Ну, рассердился сталкер Сдавил так, что прям по руке потекло Слышишь, скотина Я сейчас тебе вообще оторву все Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос Контролер я А какого молчал, сволочь? Так я же не мой Вуфло Ах, вот если б всегда такая пруха была Да если прикинуть Так, ага, точно Три-четыре таких похода, как вчера Да если б еще хабар не хуже И все Завязываю с зоной нахрен Как бы я солдат этих конченых Второй раз весь прибыток за месяц отобрали скоты А вот чего я однажды слышал Сидят блин на своих долбаных блокпостах Заблудился солдат в зоне ночью Идет и кричит Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь Тут глядь, огоньки в кустах горят, вроде как глаза Но он, короче, заткнулся сразу А из кустов голос нечеловеческий Зачем среди ночи шумишь? Солдат с перепугу в штаны напустил Но отвечает Извините, я тут это Заблудился как бы Вот кричу Думаю, может товарищи услышат А тот в кустах тащится Нет, товарищи не услышат А вот я услышал Только тебе от этого какая польза Ужин ты мой А поновее ничего нету? Ну, теперь я Расскажу Встречаются два сталкера Помнишь Васю, ну того, который еще хотел летчиком стать? Ну и че? Да он вчера в трамплин попал Ну попал, и че? Да ничего Сбылась у человека мечта Полетел Блин, так не смешно же Сбылась у человека А вот чего я однажды слышал Подъезжают как-то к бару два сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном Таком Ниваке Ну, крутой выходит из тачки И видит тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки заболевали А поновее ничего нет? Мда Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Стукнулись крепко, значит, в зоне две Нивы Из одной четверо сталкеров вывалили И из другой столько же Слово за слово Мордобой пошел Потом пальба началась А в кустах у дороги сидит контролер и радуется Классное я местечко выбрал И поляну тут удобно с друзьями накрыть Вот только шашлык приготовится Так мы и сядем Блин, так не смешно же Уложи меня сюда А вот все-таки накоплю я на свой дом Что буречки И что блеслия И ни радиации тебе, ни твари И сволочей разных Я тут вспомнил вот Один сталкер говорит другому А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты А я гляжу на карточку и думаю Господи, хорошо-то как Хорош уже, комик Хреновые делать стали Ну надо ж было так ладонь рассадить На завтра наверняка разболится А вот анекдот Встречает сталкер своего старого друга А тот помятый весь, фингал под глазом Петя, что я с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать жену-то? Фуфло Ну почему тут люди стреляют в людей? Тут и так выжить трудно А они ещё без конца собачатся Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить С какой целью вы в нетрезвом виде Пытались проникнуть на территорию зоны Имея при себе незарегистрированное Охотничье ружьё И патроны к нему А он, значит, похмельный Голова как бочка Всё задолбала И говорит им Пьяный Конечно, пьяный Да если бы я трезвый был Я бы за пять километров вас, уроды, обошёл А поновее ничего нет? Знать бы раньше, что столько таскать на себе придётся Патроны, еда Да Весит всё это дело дофига Я тут вспомнил вот Решили как-то учёные провести полевые испытания нового лекарства Ну и наняли под это дело группу сталкеров Проходит несколько дней Один сталкер приходит к профессору и говорит Слышите, а что вы мне, колёса заменили, да? Тот очёчки поправил и ему так осторожно А почему вы вдруг решили, что препарат был заменён? А сталкер Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули А сейчас вдруг плавать начали Фуфло О чёрт И чем это я думал, что фотоаппарат не взял Хоть бы мыльницу какую Пить как охота Эх, квасов сейчас холодного Да чтоб он нос сшибал Короче, анекдот Поймали как-то долговцы свободовца Растамана Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано А он, значит, ни в какую не колется, пока не припёрло его покурить Дайте, говорит, пыхнуть, я вам всё выложу Ну, долговцы вернули ему запас Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует Ну, спрашивают, где? А он и непонятка Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах Офигеть! А поновее ничего нет? Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной жратвы Вот это грустно Да Вот ведь как грустно всё выходит Я тут вспомнил вас В общем, зона, лес, поляна На пороге старой сторожки сидит кровосос Тихо кругом, погода дивная В общем, полная идиллия Тут из дома выбегает маленький кровососик И к папе тормошить его Пап, а пап, а покажи сталкеров Пап, ну покажи сталкеров Тот пошёл в сторожку Выходит на каждой руке по черепу И начинает, как в кукольном театре Левый череп так тонко Семёныч, слушай, как думаешь Тут кровососы есть? Правый так басом Ну ты даёшь, Петруха Какие тут нафиг кровососы? Фуфло Пожрать бы чего хорошего Так ведь нету И потянуло же меня сюда И никого на горизонте Вот и ладушки Вот и хорошо Новичков нынче как собак нерезанных Так, рукой махну, все смеются, ясно? Перехватили, значит, военные у блокпоста Новичка-сталкера и давай парить С какой целью вы в нетрезвом виде Пытались проникнуть на территорию зоны Имея при себе незарегистрированное Охотничье ружьё И патроны к нему А он, значит, похмельный Голова как бочка Всё задолбала И говорит им Пьяный Конечно, пьяный Да если б я трезвый был Я б за пять километров вас, уроды, обошёл А поновее ничего нет? Люди стреляют в людей Тут и так выжить трудно А они ещё без конца собачатся А вот чего я однажды слышал Висит на стене бара объявление По поводу празднования Дня Сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров И поиска артефактов Сбор всех сталкеров Любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой по два литра Блин, так не смешно же Надо так ладонь рассадить На завтра наверняка разболится Внимание, анекдот Встречает сталкер своего старого друга А тот помятый весь фингал под глазом Петя, что я с тобой? Да блин, напали, побили Деньги отобрали Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? Хорош уже, комик Эх, не тот уже хабар пошёл Не тот Ну что, завязывать пора Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Подъезжают как-то к бару два сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном таком невоке Вот он только выходит из тачки И видит тот, что на Ниле приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты чё урод? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки заблевали Блин, так не смешно же Однако тут народ смирается такая скорость И тут встречаются, конечно, не психи Ну-ка посмотришь на бой, кого могу сказать Так, рукой махну, все смеются, ясно? Стукнулись крепко, значит, в зоне две Нилы Из одной четверо сталкеров вывалили Из другой столько же Слово за слово, мордопой пошел Потом пальпа началась А в кустах у дороги сидит контролер и радуется Хлестные я местечко выбрал И поляну тут удобно с друзьями накрыть Вот только шашлык приготовится Так мы и сядем А поновее ничего нет? А вот чего я однажды слышал Подъезжают как к Акбару два сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбах в таком Ниваке Ну крутой выходит из тачки и видит Тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки закрывали Блин, так не смешно же Вот дерьмо-то День коту под хвост катится Ни хабара, никакого приварка Вот наслушайте, мужики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то устал я Не так много времени прошло Так, рукой махнув, все смеются Ясно? Как-то пропал один долговец Должен был прийти с утра, а нету Ждут его товарищи, беспокоятся В конце концов прибегали Ну, остальные к нему Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им Да тут это, значит Решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить Как обычно Перемочил два десятка кровососов Питок бюреров Три стаи слепых псов Извел под корень А зомби так и вообще не считал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что зеркало ухода Ну, в общем Обделался я со страху А поновее не шпалить Субтитры сделал DimaTorzok Внимание Анекдот Один сталкер говорит другому А я с собой в пахов всегда фотографию тёщи беру Зачем? Ну как же? Голод, грязище, аномалии, мутанты Я вижу в палочку Не думаю Господи, хорошо так как Фуфло А колбасу и батона нынче хреновые делать стали Я тут вспомнил Пересеклись как-то возле кордона Сталкер и вояка Сталкер солдату Куда чешешь? Ты чё, мужик, охренел? Это ж военная тайна Эй, не гречись, ну не знал А что несёшь-то такое тяжёлое Весь запрел? Да блин, запреешь тут Патроны эти бронебойные на склад переть Опять запрещущая Чё-то опасится Что на совести совсем нету этих За неделю подошли до пульта Ну теперь я расскажу Подъезжают как-то к бару два Сталка Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном таком Ниваке Ну Крутой выходит из тачки И видит тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну он ему, значит, и говорит Мужик, ты чё уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки заблевали Блин, так не смешно же Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись Я тут вспомнил Встречает Сталкер своего старого друга А тот помятый весь фингал под глазом Петя, что я с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? Поспешнее ничего это опасить Да уж, хорошо, там Кенгкес И когда-то чё, ты бедишь и дадутся? Больше, спасибо И вот, что там, вон, 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 вон Вон, 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 вон Вон, вон, вон Вон, вон, вон Вон, вон 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 Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Встречаются как-то по сталке Ну, один другому и говорил На днях к долгу заходил на огонёк Ну и? И остался должен А потом зашёл к свободе И чё? И стал свободен Блин, так не смешно же Ну, отчёшься, а потом Так, рукой махнул, все смеются, ясно? Свалился как-то на баре кирпич с трубы, ну и кого-то зашит. Народ переживает, сочувствует, надо же, как не повезло мужику. Кирпичом по голове. А потом присмотрелись. Ёханы бабай, это ж зомби. Как от шока отошли, еще больше переживать начали. Ну это ж надо же, зомби развелось, уже и на баре кирпичу упасть нет. А по надеюсь, ничего нет. А вот чего я однажды слышал. Висит на стене бара объявление. По полуобразного дня сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6.30. Этого дела брать с собой по 2 литра. Блин, так не смешно же. Никого на горит. Вот послушайте, мужики. КОНЕЦ Хватит уже инструменты ломать, если не умеешь. КОНЕЦ 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 Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Висит на стене бара объявление По поводу празднования Дня Сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров и поиска артефактов Сбор всех сталкеров, любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой по 2 литра А поновее ничего нет? Субтитры создавал DimaTorzok Короче, анекдот Подъезжают как-то к бару два сталкера Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Ниваке Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заболевали Блин, так не смешно же И почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить Амазонки А вообще-то тут интересно Здорово даже Не так, чтобы прям золотое дно Ну, так это времени побольше надо А вот такое вам как? Времени, сноровки опять же Вот наберусь опыта Будут и башли, как у людей Сто пудо Сто пудо Сто пудо Это надо моей головой. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Свалился как-то на баре кирпич с трубы, ну и кого-то зашиб. Народ переживает, сочувствует, надо же, как не повезло мужику, кирпичом по голове. А потом присмотрелись, ёханы бабай, это ж зомби. Как от шока отошли, еще больше переживать начали. О, это ж надо же, зомби развелось, уже и на баре кирпичу упасть негде. А поновее ничего нету? Ёлки-палки, знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда, да, весит все это дело дофига. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. А вот чего я однажды слышал. Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбала и говорит им. Пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за пять километров вас, уроды, обошел. Блин. Так не смешно же. Так не смешно же. А вот анекдот. Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер-солдату. Куда чешешь? Ты че, мужик, охренел? Это ж военная тайна. Эй, не гречись, ну не знал. А что несешь-то такое тяжелое, весь запрел? Да блин, запреешь тут. Патроны эти бронебойные на склад переть. Ой, а посмешнее, ничего в запасе нет. Черт. Черт. В голове не укладывается. Все, музыкальная пауза. И никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Заговор какой-то, что ли? Завязывай, ладно? Надоело Эх, кусок бы мяса такой Здоровый, чтоб прям свертело Скворчащий, сочный Да, вот ведь как грустно все выходит Сальца бы хорошего сейчас С черным хлебушком свежим, с чесночком А вот чего я однажды слышал Оставил бывалый сталкер свою машину в кустах Только уходить, видит рядышком с ней уже кровосос ошивается Ну сталкер ему и говорит, валил бы ты отсюда пока цел А тот обиделся, сто лет, мол, мне твоя машина не нужна А сталкер ему отвечает Машина, может, и не нужна, блин А вот похабщину нацарапать на ней Это вы мастера Блин, так не смешно же Вот дерьмо-то День коту под хвост катится Ни хабара, ни какого приварка Да уж, хорошо там, где нас нет И какого черта меня сюда понесло Лучше бы дома сидел Перво проходится Чего заскучали, мужики? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Душевно Не учатся ничему некоторые И учиться, блин, не хотят Кина американского насмотрелись Или крышу срывает от жадности Ты ему про аномалии, он тебе про хабар Ни о чем думать не хотят, кроме бабок Пока кишки по веткам не разбросает Концентраты, блин, сплошные А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол Горячего, ах Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Приходит новый русский к сталкеру и говорит Эээ, слушаешь, дым Мне артивак нужен Золотая рыбка называется Хочу, как все братаны На шею шуб носить, так Эээ, так ведь он и радиоактивный Слышь, ты че мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный Я ж его не в трусы засунул А поновее ничего нету? Ну да, настроение хуже... Ну, теперь я расскажу И гнусь кругом сплошная Как-то пропал один долговец Должен был прийти с утра, а нету Ждут его товарищи, беспокоятся В конце концов прибегает Ну, остальные к нему Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит Решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить Как обычно, перемочил два десятка кровососов Пяток бюреров, триста и слепых псов Извел под корень А зомби так и вообще не считал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что зеркало у входа Ну, в общем, обделался я со страху Блин, так не смешно же Блин, так что Блин, так не смешно Блин, как он Блин, так вы Блин, так что Б тысяча Блин, так что Субтитры сдал Бlifting Вот такое знает кто? Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахиваю. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров вообще никто не подходит. Ой, а посмешные, ничего запасные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стул горячего. Кхе-кхе. А вот чего я однажды слышал. Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не приперло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам все выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он в непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть. Блин, так не смешно же. Многие стреляют в людей. Тут и так выжить трудно. Они еще без конца собачатся. Вот дерьмо-то. День коту подкрескались. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Приварка. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком невоке. Ну, Крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал. Дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит. Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный. Я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает. Да я вот тоже не закрывал. Так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. А поновее ничего нету? Ну, почему тут люди стреляют в людей? Тут и так выжить трудно. А они еще без конца собачатся. Как бы я солдат этих конченых? Второй раз весь прибыток за месяц отобрали скоты. А что вы вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Короче, анекдот. Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмельный, голова как бочка, все задолбала и говорит им. Пьяный. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за пять километров вас, уроды, обошел. Блин, так не смешно же. Белоки-палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда. Да, весит все это дело дофига. Опять сапожища хреновые подсумали. Что у них совести совсем нету у этих? За неделю подошли гоплык. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Сидят на берегу озера два сталкера. Первый говорит, брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает, сколько сижу и хоть бы хны. А второй ему, точно-точно врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала. Врачу, что ли, показаться? А поновее ничего нету? И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. А все-таки накоплю я на свой домик. Чтобы у речки и чтобы лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Короче, анекдот. Блин, так мешай. Не смешно же. Продолжение следует. А вот чего я однажды слышал Как-то пропал один долговец Должен был прийти с утра, а нету Ждут его товарищи, беспокоятся В конце концов прибегает Ну, остальные к нему Че случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит Решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить Как обычно, перемочил два десятка кровососов Пяток бюреров, три стаи слепых псов И извел под корень А зомби так и вообще не считал Ну, это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу, а там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что зеркало у входа Ну, в общем, обделался я со страху А поновее ничего нету? Разбивались тут в стае Не точно звери по цвету шкуры Сталкера Помнишь Васю, ну, того, который еще хотел летчиком стать? Ну и че? Да он вчера в трамплин попал Ну, попал, и че? Да ничего Сбылась у человека мечта Полетел Блин, так не смешно же! Стал я Не так много времени прошло А выложился уже Как-то все приелось Как бы я солдат этих конченых Второй раз весь прибыток за месяц отобрали Скаты А что вы вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбаных блокпостах И на нашем горбу в рай въезжают А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали Ну, теперь я расскажу Свалился как-то на баре кирпич с трубы Ну и кого-то зашиб Народ переживает, сочувствует Надо же, как не повезло мужику Кирпичом по голове А потом присмотрелись Ёханы бабай, это ж зомби Как от шока отошли, еще больше переживать начали О, это ж надо же Зомби развелось Уже и на баре кирпичу упасть негде А поновее ничего нету? Однако тут народ звереет с дикой скоростью Нет, встречаются, конечно, и не психи Но как посмотришь на кое-кого Мороз по коже А вот чего я однажды слышал Перехватили, значит, военные у блокпоста Новичка-сталкера и давай парить С какой целью вы в нетрезвом виде Пытались проникнуть на территорию зоны Имея при себе незарегистрированное Охотничье ружье и патроны к нему А он, значит, похмельный Голова, как бочка, все задолбала И говорит им Пьяный Конечно, пьяный Да если бы я трезвый был Я бы за пять километров вас, уроды, обошел Блин, так не смешно же Блин Ну, теперь я расскажу Висит на стене бара объявление По поводу празднования дня сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров И поиска артефактов Сбор всех сталкеров, любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой по 2 литра А поновее ничего нет? Нет Записываем Вот такое, знает кто? Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там, что, все ли в целости. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Сталкер подкрадывается и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, падла, кто такой, из какой группировки? В ответ тишина. Но сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю, а тот опять молчит. Но рассердился сталкер, сдавил так, чтоб прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я же не мой. Хорош уже, комик. Ну, как его на горизонте? Вот и ладушки, вот и хорошо. Короче, анекдот. Висит на стене бара объявление. По поводу празднования Дня Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6.30. Этого дела брать с собой по 2 литра. Блин, так не смешно же. Пожрать бы чего хорошего. Ну, теперь я расскажу. Учит, значит, контролер слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить, мертвым притворяться. Дело туговато идет. А рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. А поновее ничего нет? Жрать как хочется. И почему тут никто рыгаловки дешевые не выстроит? От клиентов отбоя бы не было. А все-таки накоплю я на свой домик. Чтоб у речки. И чтоб лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей. И сволочей разных. Вот черт. И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Вот послушайте, мужики. КОНЕЦ 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 КЛАССНО, ПРАВДА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, блин. Вот дерьмо-то. Денька тут под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться в гамачке, доске мишкой толковой. Вот, послушайте, мужики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завязывай, ладно? Надоело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вообще-то тут интересно, здорово даже. Внимание, анекдот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит. Слышите, а что вы мне, колеса заменили, да? Тот очочки поправил ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер? Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавать начали. Хорош уже, комик. Что-то устал я. Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приелось. Фух, блин. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Студент на экзамене. Профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится. Будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А профессор ему, значит, и говорит. Окончивый институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры. А там и до кошмара ваших недалеко. Но у меня есть верное средство. Переэкзаменовку по математике вы так и не сдали, а следовательно будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. Блин, так не смешно же. А сейчас с черным хлебушком свежим, с чесночком. Короче, анекдот. Заблудился солдат в зоне ночью, идет и кричит. Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь. Тут, глядь, огоньки в кустах горят, вроде как глаза. Но он, короче, заткнулся сразу, а из кустов голос нечеловеческий. Зачем среди ночи шумишь? Слышь, солдат с перепугу в штаны напустил, но отвечает. Извините, я тут это, заблудился как бы. Вот кричу, думаю, может товарищи услышат. А тот в кустах тащится. Нет, товарищи не услышат. А вот я услышал. Только тебе от этого какая польза. Ужин ты мой. А поновее ничего нету? И что же оно за выжигатель такое, а? Правду о нем говорят или брешут? Что-то устал я. Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приелось. Ну, теперь я расскажу. Встречаются как-то два сталкера. Ну, один другу мой говорит. На днях к долгу заходил на огонек. Ну и? И остался должен. А потом зашел к свободе. И че? И стал свободен. Блин, так не смешно же. Короче, анекдот. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Неваке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Неве приехал. Дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит. Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный. Я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает. Да я вот тоже не закрывал. Так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. А по новее ничего нету? Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приятно. А то надо мое... Да уж, хорошо там, где нас нет. Вот такое, знаете кто? И какого черта меня сюда понесло? Лучше бы дома сидел. Один сталкер говорит другому. А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю. Господи, хорошо-то как. Фуфло! Построение хуже не бывает. И гнус кругом сплошное. Однако тут народ звереет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи. Но как посмотришь на кое-кого, мороз по коже. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Ну что, завязывать пора. А вот анекдот. Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Хорошо, хорошо, хорошо. Доктор. А что хорошо-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Хорош уже, комик. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Учит, значит, соконтролер слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить мертвым притворяться. Дело туговато идет. А рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. Блин, так не смешно же. Среди сталкеров совсем нету женщин. Это ж только представить. Амазонки. Ну, надо ж было так ладонь рассадить. Я тут вспомнил вас. Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная, как танк. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Ой, а посмешнее, ничего страшнее. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол, горячего. Ага. Короче, анекдот. Заблудился солдат в зоне ночью. Идет и кричит. Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь. Тут, глядь, огоньки в кустах горят, вроде как глаза. Ну, он, короче, заткнулся сразу. А из кустов голос нечеловеческий. Зачем среди ночи шумишь? Солдат с перепугу в штаны напустил, но отвечает. Извините, я тут это, заблудился как бы. Вот кричу, думаю, может, товарищи услышат. А тот в кустах тащится. Нет, товарищи не услышат. А вот я услышал. Только тебе от этого какая польза. Ужин ты мой. Блин, так не смешно же. Ох. А вот анекдот. Один сталкер говорит другому. А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю. Господи, хорошо так. Ой, а посмешнее, ничего в запасе не бывает. И гнусь кругом сплошная. Вот послушайте, мужики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Новичков нынче как собак неверных. И все они лучше стариков знают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Внимание, анекдот. А посмотришь на кой-кого мороз. Трое сталкеров делятся советами. Я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего принимают и не трогают. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров вообще никто не подходит. Хорош уже, комик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я тут вспомнил вот. Привезли как-то одного из чинов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили. А некоторые вещи у него украли. Фуфло. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Угу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, надо же было так ладонь рассадить. Внимание, анекдот. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошить его. Папа, папа, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашел в сторожку, выходит на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семенович, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хорош уже, комик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, музыкальная пауза. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА